С наступлением теплого времени года на дорогах города появилось большое количество водителей двухколесных транспортных средств. Число опасных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий с их участием значительно увеличилось. Во время движения по улицам мотоциклисты совершают целый ряд нарушений. Основные нарушения, допускаемые данными водителями, являются управление зарегистрированным мототранспортом, управление состоянием алкогольного опьянения, управление без мотошлема. Самое распространенное правонарушение среди водителей скутеров и мотоциклов – неиспользование мотошлема во время езды. Также сотрудники ГИБДД фиксируют другие нарушения среди любителей быстрой езды, за которые предусмотрены внушительные штрафы. За управление транспортным средством без водительского удостоверения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. За управление транспортным средством без застегнутого мотошлема предусмотрен штраф в виде тысячи рублей. За управление транспортным средством без застрахованного ОСАГО предусмотрен штраф в виде 800 рублей. В Рязанской области также нередки правонарушения на дорогах среди мотоциклистов. Так, в Ряжском районе местный житель, управляя мопедом, был остановлен сотрудниками ДПС. Во время проверки документов полицейские выяснили, что водитель изрядно пьян. И это показал прибор после освидетельствования. 1-0-0-2. Это очень много. Это разводить почти... Ну, одна. Среди любителей мотоциклов и скутеров также встречаются те, кто полностью соблюдает правила дорожного движения. Таким водителем является Татьяна Барабанщикова. За 7 лет вождения внушительным мотоциклам ей не было выписано ни одного штрафа. Я стараюсь всегда соблюдать правила дорожного движения. Считаю, что это очень важно. Если бы все их соблюдали, я думаю, это было бы минимизировано количество аварий в целом. Главная опасность во время движения на мотоцикле заключается в том, что он развивает достаточно высокую скорость. И при маневрировании между автомобилями можно легко потерять бдительность и попасть в аварию. Поэтому на трассе необходимо быть предельно внимательным. Важно вообще тренироваться и маневрирование быстрое, чтобы было уверенно себя чувствовать на мотоцикле. Также мотоцикл должен быть подходящий, в том числе по росту. Например, от небольшого роста мне достаточно сложно выбрать, потому что я ногами до земли не достаю на многих мотоциклах. А это уже само по себе небезопасно. Весна заканчивается, впереди летний сезон. Именно в этот период года наблюдается наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий среди водителей двухколесных транспортных средств. Госавтоинспекция Рязанской области призывает всех любителей мотоциклов, мопедов и скутеров быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Рязанской области